итак друзья как намотать плетенку на катушку вот у нас две катушки аккума 1 это новая кума вот она сюда мы будем наматывать вот плетеночку и аккума голд ватар 20 сюда такая плетеночка будет и нам понадобится бэкинг будем использовать для чего бэкинг чтобы полностью катушка была намотана если вы намотаете не полностью счетчик будет считать неправильно поэтому сначала бэкинг а потом полностью добиваем уже плетенкой чтобы счетчик считал правильно метраж так будем сейчас наматывать плетенку в идеале конечно его забить практически до края обязательно потому что иначе счетчик будет считать неправильно не так как видите вот она катушечка кума плетеночка такого плана выбрали на троллинг и и надо будет намотать это кстати новая катушка вакуумы новинка этого года но здесь у нас всего 200 метров а нам надо заполнить полностью катушку чтобы счетчик считал правильно поэтому нам надо подмотать бэкинг берем палочку устанавливаем катушку затягиваем и основной фрикцион полностью и убираем осевой люфт нет можно намотать сначала будем выкинг коммутать ну да ну да Единственное, вот эти вот верхние маленькие кольца. Ну, сейчас все идут к этому. Ну, да-да-да. Ну, вот только что мне... Ну, как в базинетку. Нет, в базинетку. Да, но еще это... Нет, захлёст. Если у нас есть, вот в качестве, для особенности у вас старый балк передать. Больше не надо. У нас и нет таких лесов кидать. Да и глубин особо. Ну, поэтому и лесов таких нет. Определяйте все, даже определите. Райдер и Венегов. Понравится. Затяжную, но для пусто надежности надо еще приклеить стикер. Чтобы не прокручивало. Райдер и Венегов. Да и глубин особо. Ну, поэтому и лесов таких нет. Затяжную, но для пусто надежности надо еще приклеить стикер. Не прокручивало. Сколько примерно было этого бэкинга? Опытным путем, я думаю, метров сто. Если бы, конечно, был счетчик, ребенка, было бы намного удобнее. И на глаз самая надежная. Да. Вот как выкладывает. Угу. Ну, по-нули... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, плетню и монофил теперь связываем вместе. Монофил это была подмотка, бекинг. Ну, основная плетня это... Что будет использоваться. Сейчас вылезаю плетню и делаю 8-10 оборотов. Теперь вовнутрь петли просовываю. Продолжение следует... Продолжение следует... Делаю вот на этом, на верхнем крае еще оборотов 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Свободный конец плетни вытаскиваю наружу. Аккуратненько затягиваю. Прикладательно смочив. Свободные концы обрезаем. Получается вот такая морковка. Узен для связывания монофильной и плетеной лески. Которая не тянется ничего. Берем острые ножницы. И лишние края, концы убираем. Теперь намотаем плетенку. Не поминаю, фрикцион полностью затянут, ребята. Небольшое натяжение. Еще раз говорю, фрикцион затянут полностью. Звучит музыка. Нет, тут чуть-чуть дело осталось. Должно все ладить. Звучит музыка. Звучит музыка. ну вот смотрите идеальная намотка нити под крае шпули все вот катушечка готова к рыбалке так вот одна готова все идеально сейчас пойдет другая катушка gold water здесь немножко другое но и плетенки у нас больше там у нас было 200 метров здесь 300 тот же самый процесс монофил на подмотку backing и потом основная плетенка до конца затягиваться фрикционного убирается осевой люфт чем люфт убирается покажи людям вот он видите грубо говоря свободный ход шпули чем она больше затягивается тем хуже более большое усилие на смотрим прилагается как раз то что нам надо чтобы хорошо намотать сейчас все тоже самое backing а потом плетенка кстати кто все-таки полениться или не захочет сам наматывать можете обратиться в клевое место к дмитрию за определенную плату он намотает любую плетенку на любую катушку так теперь здесь подцепляем вторую часть вот подцепляем вторую часть вот 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 так же самое лепим стикер для того чтобы не проворачивалась четки на мясорубке попроще чем уйти там пару оборотов сделал еще и не надо стикер ну да и побольше емкости поэтому подмотки делаем метров 140 а идеальная укладки все намотано идеально подмотка для связывания монофильной плетеной лески просулаем его внутрь плетни все на жопке здесь вот 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 резво не входит тихо спалимся я из этого пшик все запутал мне уже забыл что и запутал тихо тихо после они ли ну вот получается такой узел который не тянется и очень крепким опять убираем лишние концы обрезаем их начинаем мотать здесь потребуется помощь товарища надо будет придерживать я понимаю слева вот для чего слева что мотать какой мотать что как что как как 让 это все чтобы плетенка уложилась более плотно на шпулю как говорится в походных условиях это можно сделать по-другому но с помощью воблера и течение вторая катушка уже по-другому все ну ка вот она то же самое ведь все идеально полностью идеально намотанная катушка готовая к рыбалке так вот быстренько намотали две катушки вот он видеть итог отлично намотанные катушки это кума конвектор 354 это кума gold water 203 вот видите вот видите вот видите